Всем привет! Меня зовут Дмитрий. Я покупаю и продаю антиклариат. В этом видео я вам покажу, что мне принесли в антиклариатный магазин за 2-3 недели. Поехали! Вот только что мне человек принес такую иконку. Это 19 век. Иван Богослов, святой апостол. Очень большая, красивая икона. Ее размеры значатся 35 на 27. Такая красивая ручная роспись на дереве. Имеются, конечно, небольшие утраты. Тут царапина. И здесь вот утраты по центру. Очень старая. Сзади видно, что шпон, древнее дерево. Такая красивая крепилась. Я смотрю на стену по-простому. То есть она не лежала в окладе. Вот. Очень красивая икона. Сейчас она у меня, значит, в магазине в продаже. Замечательная просто. Я каждый день смотрю ТикТок вечером после работы. Когда спать ложусь. Мне интереснее, я лайк ставлю. В ТикТоке меня нашли, да? Нормально. Там классно. Я первый раз слышу. Я знаю в других городах России есть. Думал, Кустаной кто интересует. Смотрите, вот такие две одинаковые. С цветом разный. Дюраля. Кто такие это? Ну, конечно, такие. Это павший солдат. Вот стоит один. Это нет. Это не Дюраля. Вот один же стоит. Потом. У вас просто... А монетки откуда? Вот 50 копеек такая вот. Это тоже случайно мне попались. Мне подарили. Да? Вот это вот подарили. Вот это мои монетки. А вот это подарили. Ага. А вот эти нашли, да, где-то? Да, это нашли в огороде. Обалдеть, огород хороший. Подстаканнички. Подстаканнички, да? Вот это, как... Советского времени еще, да? Да, получается. Запорожье. Запорожье, да? Украина. Украина, да. И вымпел. Вымпел. Да, хорошо. Кустанайский, райком, ЛКСМ, за уборку урожая. Убирали в 89-м, да? Да, да, да. Серьезно? Да. Есть дела, да? Ну, тяжело было или пойдет? Это тоже, это не мое. Это дом купили и нашли. А я думал, убирала. Нет, нет, нет. Ага. В общем, я сейчас съездил на адрес, закупился. Вот сейчас покажу все содержимое этого пакета. Ну, тут немножко по посуде. Сейчас покажу. Вот, ребят, я распаковал все вещички. Тут у нас две такие кружечки по 0,25. Такая вот обезьянка советская, перец, соль. Все целое, главное, в сборе. Ну, чайничек, ресторан, Чехословакия. Клеймо есть. Вот, Чехословакия. Советский такой графин для воды. И такой вообще классный графин со слоником. Первый раз такой вижу, попадается мне. Тоже, наверное, чешский. Такое стекло. Красота. Ну, вот тут вот, конечно, небольшие есть дефекты. Ну, если крышечку накрыть, в принципе, и не видно. Вот такой вот закуп у меня получился. Дорогие мои подписчики, я сейчас вернулся с адреса. Покажу вам небольшой обзор, что мне удалось приобрести. Каждую вещь покажу отдельно. Смотрим. Начнем с этого патефона Дружба. Классный патефон. Ну, конечно, требует ремонта. Звук совсем не тот, я его послушал. И скорость что-то сильно быстрая. Хоть и ставишь 78. И еще и автостоп не работает. То есть полностью нужно обслужить. Ну, их обычно всегда. Всегда они требуют ремонта. Вещь старая. Но, что мне понравилось, он такой классный, скомпонованный. Обычно эта ручка крепится отдельно, вставляется. А здесь она вместе, как часть механизма. Здесь значится, что очень удобная такая... Ну, может он посовременнее, не знаю. Закрывашка классная такая удобненький, в общем, патефон. И сам, ну, достаточно аккуратный. Корпус сохранился, смотрите. Есть какие-то потертости, но, в общем, хорошее состояние. Очень мне нравится. Идем дальше. Немножечко статуэтки. Майская ночь. Пятая в коллекции у меня. Вот такая ваза. Москва. Здесь позолото. Завод ЛФЗ. Так. Балеринка. Вся целая. Колки пластик. Пальчики на месте. Ручки. Уже, конечно, поставил ценники. Так. Вот такая вот классная. Что это может быть? Конфетница, скорее всего. Небольшая. Думаю, конфетница. Синее такое стекло. Ну, и вот из обычного стекла конфетница. Тоже мне она показалась интересной, красивой. И я решил ее взять. Пушки. Брошки приобрел. Мне показали. В общем, порылся немножечко в вещах, в старых украшениях, в бижутерии. Ну, нашел несколько брошек. Ну, в этой, конечно, у многих иголочка уже не та. Вот эта еще сохранилась. Хотя нет, смотрю, застежечки нету. Вот. Это еще ничего. Вот у этой пришита уже. Тоже застежечка нерабочая. Ну, в общем, как взял все до кучи. Проигрыватель также на адресе купил. Вот проигрыватель Vega 109 стерео. К ней колоночки две штучки. Поставил ее. Сейчас она у меня в магазине как основной проигрыватель. Все работает в идеальном состоянии. Звук хороший очень. Эту брошку мне принесли еще на неделю. Это брошка из серебра 875-й пробы. Красивая, весьма такая интересная, аккуратная брошечка. Чуть-чуть мятая, но, в общем, такая вещь. Как бы годы они берут свое. Не щадят. Классная все равно такая. Интересная. Дорогие посетители антикварной лавки, коллекционеры, уважаемые. Вот вашему вниманию еще такой подстаканник на тему космос. Перекидной календарь принес. Смотрите, тут все месяцы. Он в сборе. Будни, дни можно. Ну и, конечно, сам календарь исправный. Ну и такой подстаканничек на тему космос. Конечно, следы бытования присутствуют. Ну, старенький материал, мельхиор. Вот интересные вещи. То есть, антикварная лавка, она работает как скупка. Вы всегда можете принести мне вот подобные вещи. Статуэтки фарфоровые, перекидные календари, подстаканники и многое дорогое. И я готов приобрести. Эти часы мне привезла девушка с Лисаковска. Она сказала, что эти часы достались от матери. Вот эти, к сожалению, не ходят. Я пытался запустить маятник. Он совсем немножко работает и останавливается. Часы, к сожалению, не ходят. Надо нести на обслуживание. Данные часы, они на батарейке. Кварц, это хрусталь. Очень красивый, выполненный обалденно. Мне самому нравится. Может, даже и себе домой заберу. Я очень рад. Это наконец-то случилось. Сегодня, 1 июня, мне в лавку принесли золотую монету. Камрад сегодня пришел, принес ко мне монету 5 копеек соболя. И принес знак 10 лет Октябрьской революции. Но я вам сейчас покажу. Их 5 рублей. Он ее нашел здесь у нас, в Кустанайской области. Она копанная, но она в превосходном сохране. И на выбитом поле он ее нашел. Сейчас, в общем, покажу. Сегодня лавку мне, Камрад, принес свою находку. Эта находка уже весны 2023 года. Это уже этот год. В Кустанайской области он нашел эту монету. У нас здесь сам Камрад из города, местный. 5 рублей. 898 года АГЭ. Классный сохран, замечательный. Он говорит, что это была зимовка. Это в лесу он нашел. Там было около 5 фундаментов. Около того. Глубина буквально штык лопаты. Даже чуть поменьше. Мы, конечно, Камраду желаем удачи. Чтоб еще находки радовали. Такие же и больше. Кладов он еще не находил. Мы пожелаем ему удачи. Чтоб обязательно что-то еще такое нашел. Гурт. Монеты. АГЭ. Буквы. Вот так. Замечательная находка. Я вот взял весы. Так. 4,3 грамма. Абсолютно точный вес. Не меньше, не больше. Все как надо. 4,3 грамма. Там 900 проба золота. Такая вот классная монета. Эх, были бы лишние денежки. Я бы себе оставил. А так все в бизнес, бизнес в оборот. Класс. Конечно. Блеск. Вообще. Что значит золото. Камрад принес такой классный редкий знак. Это 10 лет Октябрьской революции. То есть ранний советский знак. 1927 года. Здесь мы видим, что винт родной, не реставрированный. И гаечка тоже. Сейчас откручу гайку, покажу. Как видите, винт непайный. Все родное. Как есть. И гаечка тоже. На ней клеймо. Савиахим. Москва. Такая вот. Гайка. Родная. Обычно это редкость. Такой вот знак. Такую еще монету у нас в Кустанайской области нашел Камрад. Такие вот у нас монеты есть. Кто говорил, что невозможно найти. Вот Екатерина II. 5 копеек. Соболя. 1774 год. КМ. Я ее приобрел у него. Сохран просто чудо. Какая монетка у меня сейчас в продаже. Гуртик. Все как надо. В прекрасном состоянии. Прям день каких-то приносов. Смотрите. Мне принесли такие красивые серебряные украшения. Мельфиоровые. Казахские, национальные. В общем, мужчина принес мне их уже взрослый. В возрасте, примерно 30 лет. Принес эти украшения. И говорит, что Его прадедушка. Он вроде как был известным акыном. Ну, квиши. То есть, сочинял песни. И ездил по аулам. Пел их. Вот что-то ему дарили из этого. Что-то просто. Как бы бабушкино было. Такое вот красивое. Браслет, украшение с сердоликом, с камнем. Это тоже кольцо с сердоликом. Такое вот интересное. Я это все у него купил. Ну, это простые мельфиоровые. Вот это по виду, смотрите. Мне кажется, что это как самоделка. Наверное, из латуни. Прямо красиво очень сделано. Не просто. Вот. Но явно не современное. Особенно вот это красивое. Старинное. Ну, тут рубль. Продырялили. Полтинник. Молотобойца. Рубль 900 года. Вот. Молотобойца 24. Ну, а это патвийская вроде монета. По-моему, так. Да. Латвия. 922 год. Вот. Я у него такой вот купил. Сейчас вот доступен у меня в магазине. Кто хочет, приходите, приобретайте. Временные накладки. Вот такие. Две пары. В общем, такие дела. Друзья, мне сегодня в лавку девушка принесла свою коллекцию брошек. Она их покупала в Алмате, в Астане, у нас в городе, в Кустанае, через Зойлуикс. Собирала долгое время. Говорит, что просто разонравилась собирать. Оставила себе несколько. Остальные уже как бы не нужны. Все очень красивые. Я, похоже, что к брошкам тоже неравнодушен. Вот такая красота. Чехословакия. Вот это, она говорит, это Европа, Германия. Ей дарили. Вот эти серебряные советские. Что мне, кстати, понравилось, вот этой брошки, такой, как затворчиком, идет механизм. Вот ее отгибаешь и достаешь иголочку, крепишь. Классно сделано. Серебряная. 875 пробы. И вот это вот 875 пробы, брошечка. вот эти вот все брошки, она говорит, я их дорого брала. Так что, ты, не продешеви, даже подсказала по ценам. Вот эту, говорит, здесь покупала в Пустанае за тысячу восемь. Вот, говорит, поставь хотя бы так. Вот эту тоже дорого брала. Так что, друзья, сейчас эта коллекция у меня в магазине. Вы можете ее приобрести. я вам отправлю, если что, по всем городам Казахстана. Звоните, пишите, обращайтесь. Я с вами снова я в новом дне, 2 июня. И сегодня ко мне приехали ребята из города Качар. Это Кустанайская область рядом с Федоровкой. Они привезли мне икону Казанской Божьей Матери. Сейчас вам ее покажу. Красивая икона 19 века Казанской Божьей Матери. Есть одно, но вот один недостаточек. Скол небольшой по дереву. тут буквально чуть-чуть. Что еще сказать? Дерево тут позднее. Начало 20 века. Вот крепилось, я смотрю на эту такую веревочку. Размеры я мерил 30 сантиметров на 23. Красивая замечательная иконка. Вот такая красота. Друзья, сегодня у меня 2 июня принесли такую статуэтку. Это у нас карапузик Каслинский. Еще называют малыш с погремушкой. Значит, статуэтка 1985 года. Вот клеймо Касли. Серийный номер ее. Клеймо АТК. Это статуэтка без дефектов. В отличном состоянии. Все у нее на месте, все при ней. Даже такая история расскажу. Мне эту статуэтку мужчина принес, говорит, пару дней назад был в гостях и заметил, что у них вот эта статуэтка подпирала дверь в зале. Он говорит, почему у вас искусство такое подпирает дверь? Они говорят, она мне нужна, продай, помоги. Он у них забрал, сегодня мне лавку привез, мы с ним договорились, я у него приобрел. В общем, теперь вы можете ее приобрести, она у меня в лавке, либо могу вам отправить по почте, цена 35 тысяч тенге. 2 июня мне в лавку принесли еще такую статуэтку, Ленин на скамейке, это завод Куса, вот клеймо, мы можем наблюдать, 1968 год, Куса. Качество статуэтки отличное, деталировка, видим ноготочки, видно все узоры у него на туфлях, подошву, шнеровку, статуэтка классная, такая весьма нечастая, у меня за год вот только вторая такая, вот, классная, Ленин сидит летом, наверное, в парке, на скамеечке, задумался, такая статуэточка, карапузика, приехал на адрес, сейчас что-нибудь приобрету, все покажу, попытаюсь тихонечко подснять, давайте всем приятного просмотра, цвет нужен, так светлее будет, вазочки, вазочки, так, всякие, пищички, так, а статуэтки есть? А? статуэтки нет, статуэтки статуэтки нет, броши говорили, вот, все-таки не знаю, хотите, хорошо, давайте сейчас что-нибудь по выбираю, вы видели, ничего там особенного не было, вот, ну, как бы женщину выручил, взял, такие основные вещи, что точно продастся, как бы вазочки, сахарницу и там пару бокальчиков, ну, так, чтоб и мне что-то продать, и ей тоже что-то хоть денежку занес, вот, а она, кстати, раньше была редактором в Кустанайских новостях газете, мы с ней так душевно побеседовали, она говорит, что вот, я говорю, снимаю видео, она говорит, вот мы тоже, я была редактором, писала статьи, нас, наш руководитель учил в людях примечать что-то доброе, хорошее, когда мы делали, писали статьи, интервью брали, как бы раскрепощать человека, и чтобы он разговорился, что-то интересное рассказал, в общем, побеседовали, приехал, вот, ну, сейчас доеду до магазина, покажу, что за вещи купил, распакуемся, все расскажу. Ну, вот, в общем, что мне удалось купить на этом адресе, вот, можешь поближе показать, такая вазочка синенькая, красивая, высокая, без сколов, без трещин, советская, замечательно, пойдет, вот такая ваза зелененькая, урановое стекло, шучу, скорее обычное, цветное, такая корзиночка, конфетница, помню, в прошлый раз ко мне люди пришли, они вообще туда придумали, говорят, будем лед туда складывать и лед доставать оттуда, все-таки, я у нее отрыл две статуэточки дома, вот это правда что-то вся переклейенная, ее там реставрирует пытались, но школа тут, тут поналили, я смотрю, что тут сколов нет, но все поналито, завод захк полны, вот, и вот такая еще статуя, точка, но это тоже захк, так, вот таких два бокала, у нее вообще было где-то четыре, что ли, но вот эти два, они единственные, без сколов оказались, все остальное со сколами, но та бабушка уверяла, что типа, да ладно, по барабану, типа, что купи, втюхает порой, вот втюхала, мне тоже, говорит, смотри, какая классная, она этот, говорит, как матрешка, достаешь, вот сюда крупу, вот сюда сахар, вот сюда, говорит, видишь, чай, я говорю, вот сюда, вот что, перец, вот такая вот матрешечка замечательная, ну ладно, что ж, надо же было выручать как-то бабушку, а то что ж, совсем без вещей возвращаться, вот, перепутал, короче, матрешку не смог собрать, нормально, вот, вот это я все приобрел, сейчас будем, в общем-то, торговать, ну а вам, дорогие друзья, спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, я всегда рад любым комментариям, на все я отвечаю, спасибо, что подписываетесь, спасибо, что поддерживаетесь, смотрите, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok